Время подвести итоги короткой, но яркой недели. В студии Амир Кедрасов вы смотрите воскресную программу «Итоги недели». Начнем выпуск с новостей спорта. Если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. Под таким девизом прошли выходные в нашем городе. С 4 по 6 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» состоялся открытый республиканский турнир по боксу на призы главы администрации городского округа город Кумертау. Сегодня прошли финальные бои. Кто стал победителем, расскажет мой коллега Константин Меркушев. Судя по количеству человек, решивших принять участие в соревнованиях, можно с уверенностью сказать, что бокс – популярный вид спорта, который развивает силу и выносливость, а также воспитывает характер. Одним словом, бокс – это спорт для настоящих мужчин. В турнире на призы главы администрации приняло участие около 50 спортсменов с разных городов республики и Оренбургской области. Такой турнир в городе впервые. Организации соревнований участники и тренеры довольны. Ну, для первого раза неплохо. Ребята приехали, привезли с региона, с Башкирии, с Оренбургской области ребята приехали. Ребята хорошие были. Судейство прошло достойно. Бои были красивые, нормальные. Все довольны. В пятницу и субботу состоялись отборочные бои. Финальные прошли в воскресенье 6 ноября. Всего было запланировано 9 поединков в различных весовых категориях. В шести из них были представители сборной Кумертау. Отрадно было наблюдать за активностью спортсменов. В каждом бою боксеры выкладывались на все 100%. Спортсмены, представляющие наш город, выиграли 4 финала. Так, например, фаворитом весовой категории до 69 кг считался Кумертаусец Герман Навесов. Воспитанник тренера Сергея Трифутина на протяжении всех трех раундов доминировал соперника на ринге. В итоге Герман стал победителем первого республиканского турнира по боксу на призы главы администрации городского округа город Кумертау. Единокласным решением в суде звание победителя от этого республиканского турнира по боксу на призы главы администрации город Кумертау завалевал панксер Синьоума. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Соперник был у меня хороший. Ну, хотелось маленько побольше, добавлял левый, правый, снизу. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, нормальный бой провел. Выиграть. Чемпионат Башкири я хочу в этом году. Вот и как-нибудь пробиться на Россию. Герман Навесов выступил, в общем-то, неплохо. Неплохо. Но может выступать лучше. Просто домашние стены маленько жмут. Турнир первый раз проводится в такого масштаба. Поэтому немножко есть ответственность, какое-то волнение. Бои показал неплохие, хотя может боксировать лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, в принципе, да. Для первого блинчика неплохо. Ну, обычные домашние стены, наоборот, должны помогать. Ну, понимаете, когда ты выходишь и у тебя есть уже за спиной бои приличные, все равно дома выступать, говорят, стены помогают. Но перед публикой ответственность другая. Чтобы грязь лицом не указать. Поэтому ответственность другая здесь. И для меня, как для тренера, и для него, как для ученика. Помимо Германа победителями стали Артур Олимбаев, Владислав Леонов, Роман Суняев, город Кумертау. А также Данил Юсупов, город Ишимбай. Руслан Кисиков, Оренбургская область. Арсен Акулян и Глеб Степанов, город Уфа. Руслан Киселев, город Стритамак. Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и, самое главное, призами от главы администрации. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Яркие национальные костюмы, многообразие языков, все это и многое другое можно было увидеть и услышать в пятницу во дворце угольщиков. Среди теплых улыбок и танцев прошли торжества по случаю Дня народного единства. Всех собравшихся с праздником поздравил глава администрации Борис Беляев. Сегодня День народного единства стал символом единения народа, стремления к миру и взаимопониманию. Мы живем в современном открытом мире, в котором стираются границы. И мы обязаны помнить, что у всех нас единые корни, единая основа. Я сердечно поздравляю всех вас с Днем народного единства. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, удачи на жизненном пути, успехов и достижений. И всего самого доброго вам и вашим семьям. С праздником! Праздничный концерт для горожан был организован творческими коллективами города. На протяжении полутора часов свое праздничное настроение коллективы дарили зрителям. А они взамен одаривали артистов нескончаемыми аплодисментами. Ну а сейчас из города перемещаемся к соседям в Куергазинский район. Там 4 ноября на центральной площади села Ермолаева прошел митинг, посвященный Дню народного единства, где состоялось знаменательное событие. Открытие памятника инженерно-разведовательной машине «Жук», которая принимала участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне и Южной Осетии. Открытие памятника стало символичным событием, как подтверждение военной мощи России, демонстрации сплоченности и народного единства. На торжественном мероприятии присутствовали участники боевых действий, ветераны, а также руководство района. В школе номер 3 на днях прошел фестиваль народов Башкортостана. Мероприятие посвящено Дню народного единства. Учащиеся вместе с преподавателями подготовили творческие выступления, отразившие традиции и обряды различных народов, проживающих на территории нашей республики. 4 ноября вся Россия будет отмечать День народного единства. В школах нашего города также пройдут различные мероприятия, посвященные этому празднику. Учащимися третьей школой и их классными руководителями накануне был организован конкурс «Фестиваль народов Башкортостана». Мы очень готовились к этому. Каждый день мы репетировали, ставили, что-то дополняли. У нас участвовал в нашей постановке весь класс. Каждый что-то дополнял. А потом получилось так, что и участвовал весь класс. Организаторы мероприятия прежде всего хотели показать учащимся многонациональность нашей республики, заинтересовать необычными традициями народов Башкортостана. Важность и цель, конечно, довольно-таки значимая. Дело в том, что патриотизм развивает в наших детях в последнее время, наверное, очень актуально, очень объективно. И цель, конечно, духовного воспитания детей. Традиционные обряды, игры и музыкальные выступления в исполнении своих одноклассников смогли увидеть в этот день учащиеся третьей школы. Узбекские, чувашские, башкирские обычаи и многих других народов Башкортостана были представлены на конкурсе. Я к девице ходил, я к красной ходил. По ельничку, по березничку, по частному, по белому, да по синечку. Ай, да пусть Мадимьян какую себе невесту отхватил. Театрализованными постановками ребята старались передать самобытность народов Башкортостана, при этом добавив в современных нот свои выступления. Задача участников конкурса стала донести зрителям то, что, несмотря на разные культурные традиции, все национальности республики живут в мире и согласии. Чтобы люди знали, какие есть национальности, какие у них обычаи есть, сохраняли свои обычаи. Для того, чтобы они помнили свою историю, свои корни и знали, какие были их деды, прадеды, и какие раньше играли игры, и для чего они это делают, как они поднимали свою еду. Так как фестиваль был посвящен Дню народного единства, проигравших не было. Жюри наградили все коллективы грамотами за творческую одаренность и исполнительское мастерство. Вот этот фестиваль, он не только затрагивает сценическое искусство, это искусство декоративно-прикладного характера, когда дети приносят свои поделки, рисунки рисуют. То есть, ну, настолько заинтересованы, что, наверное, дни у них даже бегут быстро-быстро. Вот сегодня они с уроков бежали и радостно кричали. Ну, Илья Левкатна, а вы придете к нам? Я говорю, приду. Ну, в общем, я думаю, что вот эта вот аура творчества, праздника, она удалась. И это самое главное. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Школьников посвятили в кадеты. Торжественное мероприятие прошло в шестой школе. Поздравить ребят со знаменательным событием пришли их наставники из полиции, родители, преподаватели и атаманы казачьих объединений. Шагая в ровном строю, в актовый зал шестой школы заходят первоклассники. Здесь их уже ждут заволнованные учителя, родители, бабушки и дедушки. Для этих мальчишек и девчонок сегодня очень важный и знаменательный день. День посвящения в кадеты. И это звание их ко многому обязывает. Сегодня мы принимаем кадеты. Маши их, это первый класс. Они только учатся, стягают азы дисциплины, азы военного уклада. Ну и пятый класс в казаке, это мы открываем единственный в башкирии кадетский класс. Ребята готовились, очень горно готовились. Даже сегодня утром у них такое волнованное настроение. Все стараются показать себя лицом. Это уже у нас стало традицией. Кадеты произнесли слова верности родине, обещание хорошо учиться, быть верными товарищами, не позорить честь мундира. Первый кадетский класс появился в шестой школе в 2008 году. За эти годы выпустились сотни ребят. Многие из которых связали свою жизнь с правоохранительными органами. Так как в таких классах воспитывают чувство гражданской ответственности и патриотизма, полученные знания пригодятся детям независимо от того, какое в будущем они выберут профессию. Сегодня необходимо, будем говорить, привлечь людей с богатым жизненным опытом, прошедших службу в силовых структурах, просто в армии, в российской армии, чтобы готовить ребят именно к будущей жизни, готовить к настоящих защитникам Отечества. Вот сегодня они маленькие, но они через несколько лет будут взрослыми людьми. И вот это зерно, которое в них сегодня будет заложено в школе, офицерами казачьими, это даст им, как бы сказать, еще основу дополнительную в этой жизни. Поздравить ребят со знаменательным днем приехали гости с города Мелиуз. Они перевезли с собой подарки, книги и благодарственное письмо директору школы. Мероприятие проходило ярко и трогательно. Для зрителей ребят исполнили песни и стихи. Казаки, казаки, одну девку любили, одну девку любили, 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 любили. Сзади следом ходили, сзади следом ходили, 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 ходили. Также в этот день ребятам вручили удостоверение кадета. И те, кто удостоился такой чести, безмерно этим гордятся. Впереди у ребят несколько лет учебы. Преподаватели и наставники надеются, что слова клятвы, которые произнесли кадеты, не будут для них просто пустыми словами, а станут смыслом жизни. Константин Меркушев, Сергей Николаев, Телекомпания АРИС. А вот в пятой школе в преддверии праздника Дня Народного Единства прошли спортивные соревнования с гордым и патриотичным названием России «Славные сыны». Участие в них приняли кадетские младшие классы из двух городских школ. Военно-патриотическое воспитание в пятой школе является одним из приоритетных. Поэтому именно спортивное мероприятие было организовано в честь праздника Народного Единства. Учащиеся младших классов из двух школ пятой и десятой соревновались в необычных конкурсах. По словам организаторов, виды эстафет подбирались так, чтобы каждый участник ощутил себя защитником Родины. И названия этапов говорили сами за себя. «Преодоление преграды по-пластунски», «Установи мину», «Подбей вражеский танк» и другие. За конкурсантов активно болели их родные и одноклассники. Они эмоционально поддерживали сверстников. Старались подсказать им, как быстрее и удачнее пройти тот или иной этап. Кроме того, кадетский хор и танцевальный ансамбль школы подготовили для участников творческие выступления. «Семь на грех, будет наша сына!» «Мы поддерживали свою команду, пели песни. У нас кадетский корпус. Мы очень любим петь, выступать. Мне понравилось, когда мы в синих туннелях пролезали, брали тяжелый мячик и обегали. И бежали назад команде». Ребята обеих участвующих в школе, несмотря на юный возраст, активно готовились к соревнованиям. Не только на занятиях физкультуры, но и занимались в дополнительных спортивных секциях. Сами конкурсные этапы не были известны командам до самого дня соревнований. «Участники подготовленные не были. Эстафеты для них были новыми. Поэтому, конечно, сама физическая подготовка наших кадетов говорит о лучшем, о хорошем. Молодцы». Обе команды шли почти вровень, поочередно опережая друг друга на разных этапах. Участники уверенно преодолевали все препятствия и сумели показать достойный уровень подготовки. «Для победы нужно, чтобы участник был быстрее, ловкий и сильный. Мы, думаю, работали в команде и поддерживали друг друга. Помогать друг другу, поддерживать эту дисциплину, чтобы ты был быстрым, чтобы ты был смелым и не подвел команду». С небольшим отрывом счетом 3-2 победила команда кадетов пятой школы. Им были вручены грамоты и памятные подарки. Но так как День народного единства – это праздник мира и дружбы, соперники также не остались без поощрительных призов. В городском конкурсе «Молодая семья» определили победителей. В этом году в конкурсе принимало участие три семьи. Это семьи Зиганшиных, Долгушиных и Дымченко. Какая семья будет представлять наш город на республиканском этапе конкурса, знает моя коллега Айгуль Мухамедшина. «Молодая семья» – это традиционный конкурс. Каждый раз он проходит по новому сценарию. Поэтому зрителям, которые пришли на этот праздник, не приходится скучать. На этот раз организаторы мероприятия подготовили для участников четыре творческих испытания, которым семьи готовились при участии бабушек и дедушек, друзей и коллег. Все они в этот вечер пришли поддержать конкурсантов. Я пожелаю тем, кто еще не участвовал в таких конкурсах, обязательно принимать участие. Это очень сплачивает семью, это очень настраивает на творчество. То есть мы вот слышим уже во время репетиции, когда папы говорят, оказывается, у нас мама такая талантливая, оказывается, у нас дети такие умнички. А дети чаще видят родителей хотя бы в подготовке конкурса, хотя бы во время вот этих вот вечеров, когда они придумывают задания, когда они готовят все вместе визитку. Участники конкурса три семьи – Долгушины, Дымченко, Зиганшины. В первую очередь им предстояло продемонстрировать свои таланты в заранее подготовленной визитной карточке. Семьи в стихах и песнях знакомили с историей создания семьи, рассказывали об увлечениях, представляли любимые блюда. Выступления сопровождались видеороликами. Каждый постарался использовать креативный подход и смекалку в выполнении заданий. Творческими номерами поразили зрители Зиганшины. Зинира и Фаниль воспитывают сыновей Инзили и Фанзили. Родители признаются, было приятно вместе с детьми готовить номера, репетировать. И в конкурсе они решили принять участие ради детей. С малых лет уже не стеснялись, выходили в цену. Вдруг они пойдут по артическим стопам. Любимых занятий семьи много, но больше внимания уделяется прогулкам и занятиям спортом. Мы вместе на улице занимаемся спортом. Зимой на лыжах, летом дети на велосипеде, а мы бегом. Елена и Евгений Долгушиной воспитывают сына и дочь. Климентию семь лет, он учится в кадетском классе. Маленькая Евгения – воспитанница детского сада «Светлячок». Они говорят, что готовиться к выступлению было несложно, ведь они рассказывали о своих обычных занятиях. Это походы, рыбалка, спорт, семейные просмотры фильмов. Как мы стали участниками, мы решили поддержать престиж семьи в нашем городе, чтобы, глядя на наш пример, так же и другие жили долго и счастливо, чтобы все у них было хорошо. И желаем им здоровья. Есть волнения у вас? Да нет, нет. Все нормально. А вообще какие семейные традиции у вас еще есть? Выезд на природу постоянно. Даже на рыбалку их из родка беру. Еще одна семья участница – Дымченко. Мама работает воспитателем в детском саду, папа – менеджер. Старший сын Никита – студент уфимского вуза. Младший Мирослав еще дошкольник. Вместе они подготовили яркие творческие номера. У каждой семьи свои секреты семейного счастья, говорят они. В большом счете, я считаю, что все в доверии друг к другу. Больше ничего нет. В ходе подготовки к выступлению взрослые увидели вокальные способности сына. Новое для себя открыло, что мой ребенок способен выступать на сцене и неплохо выступать. И у него есть музыкальные, вокальные данные. Я люблю учиться, веселиться и играть. А кем ты хочешь стать в будущем? Гонщиком. Кроме визитки, семьи угадывали песни из советских кинофильмов. Похожие задания для маленьких участников. Дети по песням называли мультфильмы. Еще одним заданием для участников была подготовка выставки материалов о своей семье, традициях и увлечениях. В фойе Дома культуры «Рассвет» участники представили изделия ручной работы, генеалогические древа, любимые семейные блюда, варенье, соленье. По итогам всех конкурсных испытаний экспертная комиссия определила победителей в номинациях. Я всегда, в принципе, за любое проявление творчества. А когда люди, собственно говоря, недружные со сцены, скажем так, которые просто когда-то пели дома, веселились, да, выносят это на показ людям. Я просто всегда за, просто сижу, радуюсь. И поэтому, собственно, тут главное не оценки, а главное то, что несут семьи. Итак, семья Дымченко стала победителем в номинации за верносемейным традициям. Долгушины признаны самой динамичной и оригинальной семьей. Зиганшины – самой позитивной и артистичной. Им предстоит выступать от нашего города в республиканском туре конкурса. Центр «Сириус» в городе Сочи несколько раз в год проводит образовательные смены для одаренных детей из разных уголков нашей необъятной страны. Восемь учащихся Кумерталской художественной школы смогли пройти конкурсный отбор и были приглашены к участию в этом проекте. В течение 2016 года наши юные художники посещали «Сириус» несколько раз. Весной и летом приглашения получили по три человека, а в последнюю октябрьскую смену в образовательный центр отправилась целая делегация из восьми учащихся художественной школы, самых талантливых, проявивших себя на конкурсах и олимпиадах. Мне очень понравилось, потому что там очень хорошо, там хорошо учат, преподают разные уроки, вообще образовательные. Я считаю, что это самое лучшее место, куда можно было попасть в таком возрасте за свои достойности. Образовательный центр «Сириус» был создан фондом «Талант и успех». Цель проекта соответствующий – поиск одаренных детей в различных областях по всей России. За прошедшую смену участие в программе приняли дети из 70 регионов страны. 24 дня наши ребята обучались в центре по направлению живопись. Опытные преподаватели помогли учащимся раскрыть все свое мастерство. Юные художники создавали акварельные композиции постановочных натюрмортов в помещениях и выезжали на природу рисовать горные пейзажи. Понимаете, вообще каждое утро мы выезжали на Кренер, и каждый день мы ездили в разные места. Сначала мы начали выезжать на недалекие места, то есть поблизости от «Сириуса», и где-то в конце смены мы уже выезжали далеко, там даже было холодно. Мы одевались как могли. И это реально непередаваемое ощущение. Очень красиво. За три недели, проведенные в «Сириусе», участники сумели не только подчеркнуть новых знаний в художественной сфере. Они познакомились с талантливыми ребятами из других городов, посетившими центр также для оттачивания своего мастерства и обмена опытом с другими. Но главным преимуществом поездки для юных дарований стало освоение множества новых технических приемов письма акварелью. Свои работы художники с гордостью показывали после поездки своим преподавателям. Конечно, сердце моё таяло, и мне было очень радостно. Радостно осознавать, что это мои малыши выросли, и сейчас, наверное, уже почти стали моими коллегами. И более того, когда они приехали в «Сириус», они мне показали новые техники, и даже мне есть чему поучиться. И получается так, что это уже мои профессиональные коллеги. Действительно, радость моя велика. Достигнуть таких высоких результатов и попасть на проект учащиеся не сумели бы без хорошей подготовки. Ребята очень признательны своему преподавателю, которая обучала их с детства за все полученные знания, раскрытие в каждом из них художественного таланта. Благодаря ей мы, получается, достигли таких хороших результатов. И благодаря ей, ну, то, что мы добились таких результатов, мы смогли поехать в замечательный образовательный центр «Сириус». Спасибо ей. Хочу еще сказать спасибо родителям. Если бы родители не отдали мне художку, я бы не смогла поехать в «Сириус». Большое спасибо родителям за то, что они все годы были вместе с нами. И это заслуга не только, скажем так, школы, но это и заслуга родителей очень большая. Поэтому я думаю, что все у нас получилось. Мы сумели. У нас такое замечательное преединство – родители, дети и я. По словам учащихся, программа обучения в центре была очень насыщенной. Развивающие лекции, практические занятия и пленеры на природе. Несмотря на плотный график смены, организаторы проекта запланировали для ребят и культурно-развлекательные мероприятия – экскурсии по достопримечательностям города. Для того, что мы профессионально занимались с педагогами, ездили на пленеры на Красную Поляну, также мы побывали в Сочи-парке, посетили розы хутор, два раза были на двух играх хоккея и сами катались на коньках. Было очень интересно и увлекательно. Я очень рада, что побывала в образовательном центре. Сейчас планируется еще одна поездка на будущий год наиболее одаренных учащихся школы. Рост детского травматизма при ДТП по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Кумертау. Печальную статистику приводят сотрудники ГИБДД. Обратите внимание, на самых юных участников дорожного движения призвана акция «Внимание, дети!». С 4 октября на территории республики проходит профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Акция акцентирована в первую очередь на безопасность детей на дороге. Вообще дети – это наше будущее, поэтому эта акция, я думаю, что правильная. И раз будущее за детьми, значит, больше кому заботиться о них? Нам заботиться, следующее наше поколение. По всей стране идет рост дорожно-транспортного травматизма. С целью профилактики сотрудники ГИБДД проводят рейды на дорогах. Здравствуйте! Инспектор ДПС, старший лен полиции БОК. Документы можно, Ваши товарищи водители? На территории республики проходят мероприятия «Внимание, дети!». Я у Вас вижу ребенка сзади. Он пристегнут в специальное удерживающее устройство? Здравствуйте! А почему не пристегнута Аделина? Водитель данного автомобиля перевозил ребенка без автокресла. Сразу возникает вопрос – почему? Ведь применение детских автокресел позволяет избежать самых страшных последствий. Статистика свидетельствует – более чем в 70% аварии автокресло для детей позволило спасти жизнь маленьким пассажирам. Оно принимает на себя основной удар при аварии, снижая риск получения ребенком травм. Уже более трех лет автокресло стало обязательным и в России. Но, к сожалению, до сих пор некоторые воспринимают специально удерживающее устройство для детей, как очередную причуду сотрудников ГИБДД. Как вы сегодня оказались свидетелем, то есть мы работаем на дороге, выявляем правонарушителей, которые перевозят детей без специально удерживающих устройств. То есть проводим с ними беседы и накладываем на них административный штраф в размере 3000 рублей. Я так думаю, чтобы водители поняли, что безопасность детей – это прежде всего. По словам инспектора, по пропаганде подобные акции положительно влияют на автолюбителей. И с каждым днем автонарушителей становится меньше. Тенденции роста есть в лучшую сторону. Начиная с того года идет снижение, то есть уже меньше водителей перевозят детей. Заметно уже у водителей появились специально удерживающие устройства, специальные адаптеры, то есть пристегивают. Но все равно попадаются водители, которые забывают либо пристегивать, забывают либо покупать кресла. Также я хочу обратиться к водителям, которые недавно стали родителем, у которых недавно родились дети, что продаются в магазинах специализированных специальные люльки, где можно перевозить новорожденных детей. Я обращаюсь к ним, чтобы они покупали данные люльки и устанавливали в своих автомашинах. Мы должны помнить, наименее защищенными при аварии являются дети. Каждая поездка в машине потенциально опасна для их жизни и здоровья. Ведь ребенок в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. За 9 месяцев в городе Кумертал произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали 8 детей. Это на 5 случаев больше, чем в прошлом году. Профилактическая акция «Внимание, дети!» продлится до 11 ноября. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». 2 ноября в филиале «РЦенте Дуслык» состоялся концерт Народного оркестра русских народных инструментов под руководством Владимира Турченко. На сцене впервые произведения русских и мировых классиков играли два оркестра. Это творческие объединения городов Кумертау и Стерлитамак. Концертную программу нового сезона посмотрели и мои коллеги. Премьерой новой программы открыл сезон Оркестр русских народных инструментов под руководством Владимира Турченко. Горожане любят и всегда тепло воспринимают встречи с коллективом. Каждое его выступление становится важным событием в культурной жизни города. В эти дни руководителю оркестра, заслуженному деятелю искусства Российской Федерации, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан исполнилось 70 лет, 50 из которых он посвятил искусству. 2 ноября в филиале «РЦенте Дуслык» состоялся творческий вечер, посвященный юбилею маэстро. На концерт пришли истинные ценители живой музыки. Мне нравится их репертуар, нравится исполнение, потому что приезжала и уфимская филармония, и я считаю, что здесь на очень высоком уровне высокие профессионалы исполняют всю эту музыку, и она нам знакома из кинофильмов, оперы, опереты, кто может сравниться с Матильдой моей. И все это прекрасно и создает атмосферу праздника. Мы первый раз, во-первых, пришли, но мы слышали, в прошлом году приезжали они, по-моему, в позапрошлом. Очень хорошие отзывы, поэтому решили прийти посмотреть самим. Я поступила на Домбру, и я пришел сюда, чтобы услышать, как играет мой учитель. Он меня учит на Домбру, ну, специальность такая. В репертуаре произведения русской и мировой классики, народные песни, а также их современная обработка. Задорные плясовая или всем знакомые произведения из кинофильмов звучали особенно ярко в исполнении двух коллективов. На сцене своим мастерством восхищали оркестры русских народных инструментов, городу Кумертау и Стерлитамак. Музыканты продемонстрировали слаженность, которая, безусловно, является заслугой руководителя коллективов. Именно легкий взмах дирижерской палочки объединяет звук каждого инструмента в одно оригинальное произведение. Яркие краски в программу добавили выступления Ирины Варламовой, а также солистов Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Кульминацией праздничной программы стало солирование Владимира Турченко. В этот вечер поздравить Владимира Ивановича с замечательными событиями пришли его коллеги, ученики, друзья. С теплыми пожеланиями дальнейших творческих успехов обратилась директор управления культуры Татьяна Лихачева. От имени главы администрации города поздравительный адрес передала его заместитель Наталья Лапшина. Ваше имя и имя вашего коллектива, нашего оркестра, конечно же, навсегда вписано в странице истории нашего города. И оно символизирует собой целую губу развития культуры в нашем городе. Мы восхищаемся вашим талантом, который заслуживает и восхищение, и уважение. Концерт стал праздником и для слушателей, и для исполнителей. Произведения в исполнении музыканта вызывали разные чувства. Радость и грусть, веселье и ностальгию. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ За каждое выступление зрители благодарили оркестрантов искренними аплодисментами. По завершении концерта в интервью Владимир Иванович признался, все получилось так, как было задумано. Я не случайно собрал два оркестра в этот день, потому что показать городу Стрельтамака и Кумертау, что это значит, что это значит, оркестр такой цельный, мобильный, большой, это впервые прозвучало, и на мой взгляд это удалось. Не только учеба, но и спорт на первом месте у школьников города. Все дело в сдаче нормативов ГТО. Дело это добровольное, но теперь при поступлении в ВУЗы, при хороших результатах, за это дают дополнительные баллы к ЕГЭ. Так, сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» прошло тестирование школьников в рамках программы ГТО «Готов к труду и обороне». Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на очередном этапе контрольных испытаний или тестов по ГТО. Значит, сегодня мы сдаем с первой и шестой ступенью. Вперед за значками! Мероприятие физкультурно-спортивного комплекса ГТО сегодня проходит по всей России. «Готов к труду и обороне» – это программная и нормативная основа физического воспитания всего населения страны. Положение о проведении ГТО подписано Владимиром Путиным. В нашем городе в этом году реализация комплекса началась в октябре месяце. В воскресенье школьники от 6 до 18 лет прошли второй этап тестирования. Уже проводим мы второй этап. Сегодня первый этап 8 октября на стадионе «Шахтер», где все участники сдавали легкоатлетические виды. Физкультура на здравительном комплексе юбилейная и школьники смогли сдать сразу несколько нормативов. Плавание, отжимания, подтягивания на перекладине, прыжки в длину, наклонный вперед, подъем гири и пресс. Стоит отметить, что сдача норм ГТО добровольна. Однако школьники в большинстве с охотой принимают участие в программе. Ведь успешная сдача, это касается выпускников, дает дополнительный балл при поступлении в ВУЗы. Многие ВУЗы России при поступлении дают от 8 до 10 баллов в сумме ЕГЭ. И дети где-то этим стимулируются тоже. Но в первую очередь, конечно же, это приобщение к здоровому образу жизни. А для юноши это к служению в рядах нашей армии. Посмотреть, насколько я смогу сдать, какие у меня возможности есть. Ну, чтобы это дает возможность, ну, дает плюс баллов, 10 баллов примерно, там, где-то для поступления в институт. Поэтому, почему бы не сдать, если я могу. Если я, ну, тренировалась, ну, ходила раньше, ну, тренировалась в спорте постоянно, почему бы не попробовать свои силы. Нельзя забывать и о награде. Любой желающий способен получить знак отличия, готов к труду и обороне. Для этого необходимо сдать 8 контрольных нормативов. Но желающих получить знак отличия немного. Количество детей, которые принимают в этом фестивале, в этих соревнованиях, участие, если из общего количества брать, то мало. То есть, как бы, информацию мы предоставили всем школам, но желающих выполнять эти нормативы очень мало. А почему так? Не знаю. Ну, это же, как бы, выполнение нормативов ГТО добровольное, то есть, заставлять здесь никто не будет. Поэтому все желающие идут. Может, еще влияет то, что воскресный день, отдыхают дети. В будущем знать нормативы ГТО сможет любой желающий. Первую ступень предполагает участие в программе детей от 6 лет. Последняя, 11-я, россиян от 70 лет и старше. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Удачное начало вам новой рабочей недели. И до встречи на телеканале «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова